Друзья, всем привет! С вами канал Китайфакт и сегодня у нас на распаковке лазерный уровень Fireco 3D Green с зеленым лазерным лучом. Пришел довольно быстро, пришел в такой упаковке в течение где-то 15 дней. Давайте вскроем, посмотрим поближе. Так, отлично запакован, вот в такой коробочке. Красочная инструкция на английском языке с рисунками, все показано, но тут в принципе все понятно, здесь управление очень простое. Да, друзья, на Fireco 3D с красным лучом обзор я уже делал, посмотреть его можете по ссылке в правом верхнем углу, также по нему много других тестов, различных проверок, поэтому все это можете посмотреть на канале. Стоит уровень 11700 рублей на сегодняшний день, в такой комплектации. Сюда входит пластиковая мишенька зеленая, магнитная, поворотное основание с резьбой 1,25 дюйма, ремешок для сумки, ну сумочка соответственно сама и сам прибор. Есть еще такая комплектация, только идет в чемодане, но стоимость уже 12500. Да, друзья, один очень важный момент, в зеленых лазерных уровнях Fireco используются дорогие и самые лучшие на сегодняшний день LD лазерные модули от компании Osram. Это германская компания, скорее всего многим уже известная. Есть такая сравнительная табличка, есть LD лазеры, есть Originary лазеры, у них есть некие характеристики. Так, ну вот если посмотреть на табличку, то видно лазер-диод используется LD лазер-диод и Crystal лазер-диод кристаллический. Значит они различаются опять же по температуре, LD работает от минус 10 до плюс 50, кристаллический от плюс 5 до плюс 40 градусов, то есть температурный режим работы значительно различается. Также LD модули более стабильные, OEM кристаллические модули менее стабильные. Есть такой немаловажный показатель, как продолжительность жизни, то есть у LD продолжительность жизни долгая, у кристаллического лазерного диода продолжительность жизни короткая. Ну и Price. У LD модули дороже, Ordinary кристаллические диоды на порядок дешевле, поэтому собственно говоря и лазерные уровни Fireco несколько дороже своих конкурентов. Но хочу сказать, что такие же модули применяет в своих уровнях компания Clubeon, поэтому их тоже можете смело брать, тоже очень хорошие качественные приборы. Также помимо всех этих преимуществ LD лазерные модули имеют наименьшее количество различных посторонних бликов, так называемого астигматизма. Плюс ко всему в компании Fireco используют специальные стекла, если вам видно такой отблик специфический фиолетовый. Такой кстати отблик на стеклах вы могли видеть еще на лазерных уровнях Bosch на 3D, на оригинальных. Такие стекла также способствуют уменьшению количества посторонних бликов. Так друзья, посмотрим давайте качество сборки корпуса, оно как всегда на высоком уровне, собрано просто идеально. Батарейный отсек снизу на 4 батарейки, кстати изменился немножко тумблер включения, он изменил форму и стал немножко поудобней. Осталась также одна кнопка, но должен был смениться алгоритм переключения плоскостей, чтобы все плоскости можно было отключать по отдельности. Так давайте вставим батарейки и посмотрим как он светит. Так друзья, вот я вставил батарейки, давайте включим и посмотрим. При включении тумблера загорается сразу горизонт. Друзья, хочу сказать, что линия яркая, очень тоненькая и что самое важное, она такая комфортная для просмотра, для глаз, как бы сильно так не слепит термоядерно, как у других зеленых уровней. Ну сейчас дальше мы сравним ее толщину на разных расстояниях и посмотрим, как она будет себя вести. Так значит вот новый алгоритм, сейчас горит только горизонт, нажимаем кнопку горизонт выключается, вот что собственно говоря многие хотели и горит только одна вертикаль. Следующее нажатие еще одна вертикаль, потом нажатия работают только две вертикали и следующее нажатие все вместе и горизонт и две вертикали. Ну вот друзья, как можете видеть, камера немножко все равно искажает линию, делает ее почему-то толще, на самом деле здесь линия намного тоньше и как вы видите нету никаких посторонних отбликов. Честно говоря, линия приятно удивляет, конечно я ожидал, что она будет намного лучше, чем у других, но не думал, что настолько. Друзья, из режимов осталась также работа под наклоном, надо удерживать зеленую клавишу при заблокированном компенсаторе и можно размечать под любым наклоном, также этой клавишей соответственно переключаете плоскости, но мигание в этом режиме с дискретностью где-то в 5 секунд так и осталось, в принципе конечно для работы это не критично. Также есть режим работы с приемником, сейчас вот посмотрите повнимательней, если удерживать клавишу зеленую в течение 5 секунд, то линия начнет гореть чуть тусклее, давайте засекем 1, 2, 3, 4, 5, вот видите линия загорелась чуть тусклее, это такой пульсирующий режим для работы прибора с приемником на улице в солнечную погоду, еще в этом режиме потребляется чуть меньше энергии, потому что линия горит тусклее и соответственно если вернуть обратную яркость, также удерживаем клавишу 5 секунд 1, 2, 3, 4, 5, вот видите линия начала гореть ярче, в общем по большому счету прибор идеальный, все в нем есть, за исключением только конечно работы от сети, вот этого можно сказать не хватает, была бы еще работа от сети, цены бы ему не было, так ну давайте посмотрим толщину его линии на разных расстояниях и сравним с красным лучом от германского геофенела. Друзья хочу сказать, что на расстоянии 3-4 метров линия самая тонкая, честно говоря удивляет на самом деле, она тоньше чем у красного лазера, в районе где-то миллиметра красный луч он все-таки чуть-чуть потолще, для зеленого луча это честно говоря удивительно, но давайте посмотрим на 5 метрах и 10, на расстоянии 5 метров линия от firecore также выигрывают линию от геофенела, толщина линии в районе полтора миллиметра, в то время как у красного луча геофенела чуть поменьше двух миллиметров, но она все равно толще чем зеленая, так ну давайте посмотрим изменится ли что на 10 метрах, на расстоянии 10 метров линии становятся одинаковые по толщине, в районе двух миллиметров чуть побольше, но как можно заметить зеленый луч виден намного лучше, в общем друзья отлично уровень превзошел на самом деле все ожидания, поэтому если кто думает брать или не брать зеленый лазер и какой именно брать, то смело смотрите в сторону этой модели firecore 3d green, уверен что вы не пожалеете, тем более за такие деньги, даже если бы он стоил в два раза дороже чем сейчас, он все равно стоил бы своих денег, друзья в следующем видео проверим его на точность, проверим расхождение вертикальных лучей по полу на 90 градусов, также проверим вертикали и горизонт, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, всем добра, всем удачи, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok